В докладе Государственного департамента США о правах человека за 2019 год американские чиновники раскритиковали действия Китая по отношению к уйгурам и призвали Пекин положить конец нарушениям прав человека в уйгурском регионе. В отчете, который включает 199 стран, широко освещались вопросы нарушения прав человека. Особый акцент был сделан в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Система показателей по правам человека в Китае и восточном Туркестане подверглась риской критике. Министр иностранных дел США Майк Помпео раскритиковал лагеря, в которых содержатся уйгуры, казахи и другие тюрки, следующими словами. То, что сделала коммунистическая партия Китая в уйгурском регионе, является позором 21 века. В связи с эпидемией коронавируса ситуация на мировой фондовой бирже резко ухудшилась. Фондовые рынки пережили свою худшую неделю, начиная с 2008 года. В свою очередь, доллар продолжает свой рост. Вчера на многих биржах Азии и США произошел двузначный спад. Эпидемия коронавируса, которая вызвала сбои в глобальной цепочке поставок и ограничения на поездки, вызвала резкое снижение на рынках. В то время как число новых случаев коронавируса по всему миру превысило 134 тысячи, количество погибших превысило 5 тысяч человек. Коронавирус стремительно распространяется в странах Европы. Трудно предсказать, как долго будет распространяться вирус и его экономические последствия. Спад показателей фондовой биржи произошел в результате запрета путешествий из Европы в США и отказа Центрального банка Европы снизить процентные ставки. Президент США объявил о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Дональд Трамп провел в Белом доме пресс-конференцию, посвященную вспышке COVID-19 в США. Отметив, что США предотвратили распространение вируса при помощи вовремя принятых мер, Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения объявила Европу следующим центром эпидемии. После объявления чрезвычайного положения в стране Трамп сообщил об открытии фонда в 50 миллиардов долларов. Также Трамп заявил, что в течение недели будет проведено до 1 миллиона 400 тысяч тестов. В течение месяца американские лаборатории достигнут уровня в 5 миллионов тестов ежемесячно. Согласно последним данным, число случаев заболевания в США превысило 1700, а количество умерших увеличилось до 41. После совещания научного комитета министр транспорта и коммуникации Турции Джахид Турхан объявил о введении запрета на вылет в 9 европейских стран. Сообщив о принятых мерах для защиты от коронавируса, Турхан сделал следующее заявление. Регулярное авиасообщение было приостановлено по следующим направлениям. Начиная с 3 февраля в Китай, с 23 февраля в Гран, с 29 февраля в Ирак, Италию и Южную Корею. Данный запрет до сих пор имеет свою силу. Самолеты из этих стран прилетают пустыми для вывоза граждан соответствующего государства. Кроме этих стран мы приняли решение запретить вылеты в Германию, Францию, Испанию, Норвегию, Данию, Бельгию, Австрию, Швецию и Голландию. Запрет вступил в силу сегодня в 8 утра и продлится до 17 апреля. Дата может быть перенесена по решению Министерства здравоохранения. С другой стороны, министр здравоохранения Турции сообщил о том, что число случаев коронавируса достигло пяти. Министр подчеркнул, что все пятеро инфицированных являлись членами одной семьи. В связи с эпидемией коронавируса, встреча, которая должна была пройти в Стамбуле с участием Эрдогана, Меркель и Макрона, будет проведена посредством телеконференции. Наряду с ситуацией в Идлибе, темой телеконференции, которая состоится 17 марта, станет вопрос беженцев и отношения Турции с Евросоюзом. В рамках мер, принятых против коронавируса, было объявлено, что все программы президента Эрдогана были отложены.